друзья всем привет можно ли сажать орхидеи в темные горшки такой вопрос очень часто пишут зрители нашего канала в комментариях у нас друзья канал на 90 процентов посвящен орхидеям фаленопсис а мы люди смотрят на орхидеечки и нередко такие вопросы задают и можно ли сажать орхидеи в темные закрытые горшки непрозрачные и вот на примере друзья сегодняшней орхидеи вот этой которая стоит у меня вот здесь вот на переднем плане и это друзья новенькая орхидея на нашем канале которая появилась примерно полтора месяца назад а мы ее купили в магазине делали обзор в магазине последнего наверно завоза ушедшего 2019 года и я увидел вот эту вот орхидею она была одна единственная и я просто не смог пройти мимо такого окраса орхидеи я честно говоря еще в живую не слыхал и у нас была целая эпопея определение название этой орхидеи я участвую повыше поставлю и поближе чтобы вы ее видели а могли рассмотреть ее окрасы а вот такие вот необычные друзья видите такие акварельные и были различные предположения как называется эта орхидея что это за орхидеи в общем друзья благодаря общему силе емфт мы нашли название от орхидеи а я его напишу она внизу появится в нижнем правом углу называется она минхо принцесс и окрас у нее друзья water color artist что означает в переводе ну я не владею конечно в совершенстве на нити что ты хочешь слезть здесь хочешь моя зайка вот я не владею в совершенстве английским языком но мне кажется это акварельный художник да друзья это а минхо принцесса акварельный художник это вот так называется окрас этой орхидеи и он честно говоря необычный но вы спросите почему я собственно говоря начал видео с вопроса можно ли сажать орхидеи в темные горшки друзья а потому что это орхидея у нас таки как раз а в магазине продавалась стояла продавалась именно вот в таком вот непрозрачном горшке что собственно говоря очень редко встретишь в магазинах сетевых чтобы вот орхидеечки продавались вот таких вот горшках и мы мы вместе с вами поставили ее на карантин она у нас уже в карантине грубо говоря полтора месяца простояла с ней все хорошо никаких животных сейчас я митю спущу на пол никаких животных о вот он сладкий никаких животных у нее не было засечено плюс никаких болячек тоже не вылезла все это время друзья я поливал ее вот через вверх а чуть-чуть по краешку горшка а так чтобы ну проливая вот здесь вот по поверхности раз водичка стекает вот сюда на дно где-то сантиметр может быть пол сантиметров блюдечка набирается я перестаю поливать все оставляю ее и вот так вот наверное раз где-то наверное в неделю раз 8 в 9 дней примерно осуществлял подлив водички через верх а мы не знаем какая у нее корневая система вот сейчас карантин у нее закончился и друзья мы ее сейчас распотрошим вместе с вами заглянем какая у нее корневая система и я подробно поговорю на тему фаленопсисов в темных горшках и так друзья что давайте вместе заглянем на корни этой орхидеи но прежде чем мы заглянем на них хочу сразу сказать что они будут светлые в отдельных случаях а у орхидей фаленопсисов которые находились корни в темноте бывают желтыми а в отдельных случаях аж почти белыми грязно-белого цвета такого знаете молочного светлого и люди когда нередко достают орхидеи а часто это встречается когда прозрачные горшки в которые посажены орхидеи укутываются такие знаете обертки картонные упаковочные и орхидеи несколько недель находятся в таких горшках и я вот хочу сказать почему они светлые да потому что светлеют потому что у фаленопсисов у фаленопсисов корни принимают участие фотосинтезе и те корни которые принимают участие фотосинтезе они зеленые друзья они зеленые а те корни которые погружаются в темноту и на них не падает не то что там солнечный свет а вообще дневной свет то они в них перестает вырабатываться вот эти вот зеленые тельца потому что они не участвуют фото синтезе и они просто светлеет и вот на вопрос можно ли или нельзя сажать фаленопсисы именно фаленопсисы друзья в темные горшки скажу что можно сажать просто корни этих орхидей перестанут участвовать фото синтезе и всю нагрузку на себя процесса фото синтеза возьмет обычные листва то есть а фаленопсис друзья в этом плане уникальная орхидея ну в отличие от других орхидей ну что давайте заглянем и по просьбам зрителям я вернул на наш канал наш 3d старый пенсионер поднос друзья да он у нас на канале с 17 года а и вот это его первое появление в двадцатом году мы сейчас достанем корни и посмотрим что там с корнями орхидеи но друзья сразу хочу сказать что мы можем сейчас увидеть что корни светлые и я вот честно говоря переживаю а зато за зато о видите кстати корень нижний вот этот вот он испорченный посмотрите вилами на него видите слезает поверхность корешка и вот внутренность остается внутреннего такая вот жилка значит высока вероятность того что у этой орхидеи корни повреждены ну что давайте давайте выпотрошовывать ее аккуратненькими сдавливающими движениями вот так вот снизу видите уже ничего не мешает мы сейчас его извлечем всегда всегда есть за эти не то не страх а ожидание того что сейчас как знаете из табакерки чертик выскочит а потому что не раз мы потроша темные вот такие горшки натыкались на разного рода неожиданных жителей таких горшков помните одно из видео когда мы потрошили орхидею и там членистоногий членистоногая сороконожка что ли оказалось такая твердая да даже не одна целая семья у прям выпадает смотрите грунт прям выпадает потом он прям вообще смотрите какой и вот они как я уже говорил смотрите корни корни вот кстати пахнет знаете как его лесу после дождя когда мы идем собирать грибы прелый прелый такой листвой с грибами вот такой вот аромат вот из этого горшка а кстати горшок прям такой как сажают бульбовые орхидеи так ну что мы тут видим давайте поближе посмотрим во первых грунт очень и очень очень и очень влагоемкий посмотрите он просто прям грунт состоит из кокосового волокна это такой знаете кокосовый субстрат наверное и волокно до волосинки такие и в том числе кокосовый торф когда знаете продукт переработки кокосов дробят измельчают вот такая знаете как опилка такая мелкая пупа и получается и его вот используют для посадки орхидеи это вот прям вот я вижу что это кокосовый субстрат целиком и полностью с небольшим добавлением в верхней части кусочков вот кусочков коры и причем это кора друзья далеко не архиата известные во всем мире а самые обычные самые обычные возможно даже вот я не знаю может быть даже российского производства закупали потому что орхидея по большому счету она европейская так ну что смотрим если торфяной стаканчик у этой орхидеи под основанием опа друзья и вот я что хочу сказать помните когда мы купили вместе с вами эту орхидею и я уже не помню на ней была наклеечка такая а перекупщика или производители этой орхидеи вот одна из зрителей написала комментарий что орхидеи все вот в таких темных горшках этого производителя уже пересажены в грунт и не имеют торфяного стаканчика под основанием я хочу вас разочаровать и кстати были споры если стаканчик или нет оказывается друзья посмотрите он тут есть он тут есть посмотрите вот он вот он торфяной стаканчик спрессованный кокосово-торфяной стакан состоящий из двух половинок и мы его сейчас будем удалять с корнями здесь как собственно говоря я и ожидал они видите желтые такие светло желтые цвета но наверное кожи может быть да вот такие вот ну сказать что они там в плохом состоянии нет они вроде не в плохом состоянии состоянии у них более или менее такой хороший и грунт очень очень прям сырой друзья очень сырой посмотрите очень сырой он я вас так сказал даже мало аэрируемый то есть орхидею растить в этом грунте я честно скажу долго бы я не решился потому что во первых грунт мало проветриваемый он очень плотный вы видите очень влагоемкий нет возможности наблюдать за корневой системы вот с точки зрения производителя конечно выгодно а с точки зрения производителя сажать в темные горшки потому что вероятность того что орхидея погибнет у архамана любителя очень высока во первых архаман любитель купивший такую орхидею не знает какой грунт посажены от орхидеи раз не видит корневой системы это два не понимает что под основанием этой орхидеи это три и друзья ну и вообще собственно говоря ухаживать за такой орхидеи новичку будет очень проблематично это 4 потому что ну вообще непонятно что там ну вот мы с вами карантин выждали хотя можно было бы не выжидать а сразу пересаживать но мы сразу не пересаживали потому что собственно говоря это было накануне нового года а потом я уехал сами знаете отдыхать и там новый год новогодние каникулы закрутила завертела и собственно говоря я просто наблюдал за этой орхидеи за состоянием лишь бы она не улучшилась и вот ждал хорошего момента чтобы пересадить в общем друзья давайте удалим вместе с вами вот этот торфяной стакан он прям влажные друзья честное слово хотя сказать что я сильно обильно поливал но я почему-то вы знаете честно был на с большей степени уверен что я не обнаружу здесь вот этого вот кокосового вот этого торфяного спрессованного вот такого вот стаканчика друзья честное слово оказывается он здесь есть оказывается он здесь есть хотя его на первый взгляд и не должно было быть потому что ну во-первых непрозрачный горшок до следить за корневой очень сложно я вот не договорил в чем прелесть производителя вот в таких горшках чем больше он будет производить таких горшках тем высока вероятность что орхидеи будут скажем так погибать у новичков да чем больше будет погибать тем больше следующий раз будут покупать но до того момента пока орхидея погибнет пройдет немало недель потому что фаленопсисы они очень живучие орхидеи и с момента покупки цветущей орхидеи до момента ее гибели может пройти даже не один месяц а порой и даже год и полтора друзья так я хочу промыть корни орхидеи сейчас я про мою вот таким образом друзья на ваших глазах просто возьму опрыскивателем и вот так вот про мою все это дело от кокосового кокосового вот этого вот шелухи чтобы показать вам какая тут корневая система у этой орхидеи так здесь еще кусочки имеются так где наша волшебная так волшебную палочку не взял зато пинцет есть а под руками и есть возможность вот кусочки здесь еще удалить прямо вот от основания вот так вот так и вот такой вопрос стоит ли сейчас эту орхидею какими-то химическими препаратами обрабатывать но вот я вам сейчас ее поближе покажу сейчас почищу вот здесь вот все это дело и я вам покажу мы вместе с вами порассуждаем стоит ли стоит ли ее чем-то обрабатывать так сейчас я вот уберу все лишнее здесь еще раз промою вот так вот ну еще кое-где здесь имеются кусочки этого прилипшие кусочки коры вот мы их совсем отдирать не будем чтобы не рвать покрытие корней беломен до чтобы он он остался чтобы не не наносить вреда корням и не вгонять их в стресс да и максимально оставить их в рабочем состоянии все чуть-чуть вот еще сейчас друзья минуточку обрызгиваю вот от этой вот всей требухи все все убираю опрыскиватель убираю емкость все все лишнее убираю и вот в таком состоянии друзья смотрите смотрите как раз вот на черном фоне моей футболки хочу вам показать вот смотрите теперь давайте вместе порассуждаем стоит ли ее обрабатывать то есть вот если во первых наличие здесь каких-то гнилостных процессов ну за исключением если посмотреть на кончики корней которые собственно говоря просто засушены пересушены тут то есть по большому счету нету гниение на этих корнях вот я например не вижу пятна это вот друзья пятна просто от грунта такие знаете коричневатые пятна от грунта других подозрительных каких-то узнаете пятен на этой орхидеи нету ну вот есть корешочки вот такие вот сухие которые мы вместе с вами просто просто обрежем их и все то есть вот так вот раз мы сейчас обрызгали корни корни немножко подпитались водой и уже видно где где корни живые где собственно говоря мертвые ну плюс еще мы почистим всю этот весь сухостой и я думаю что вопрос точнее ответ очевиден что вот в таком состоянии корневую систему можно ничем и не обрабатывать сами посмотрите корни в хорошем состоянии а ее чуть-чуть подсушить часок-другой и можно сажать в примерно равноценный грунт друзья ну а прежде чем говорить о пересадке вот как раз друзья я хочу ну к вам обратиться и обратиться конечно же с таким вопросом а вопрос заключается прежде всего о емкости в которую мы можем посадить и вот здесь я хочу принять чтобы вы приняли участие в том во что бы мы могли посадить эту орхидеи и для посадки друзья у нас имеется сейчас ее стороночку уберу так стороночку уберу и для посадки друзья у нас имеется три варианта емкостей первый вариант это вот такая конструкция кашпо и стандартный горшок размера такого же в который вот она была посажена видите они одинаковые эти горшочки одинаковые и вот такой вот емкости это орхидея будет посажена второй вариант друзья это двойной горшок арте по объему примерно такой же я выбрал а специально на 1 и 2 литра вот такой вот и третий друзья вариант это наш с вами стеклянная стеклянная ваза друзья в которую мы уже сажали с вами каменную розу это стеклянная ваза будет без дренажного отверстия предохранительного года отводного и вот так вот таким образом у нас три варианта емкости сажать мы с вами будем в органику органику в кору классическую посадку будем делать кора вместе с древесным углем и вот в какой из этих горшок горшков мы хотели бы чтобы мы вместе с вами посадили эту орхидею стандартный стандартный вот стандартный горшок доступны во всех магазинах типовое кашпо который тоже продается в принципе в магазинах недавно я купил по распродаже по 74 рубля либо в двойной горшок арте вот такой вот либо вот в эту вот вазу использовать мы будем применять сажать ее в кору друзья кора с древесным углем и вот напишите в комментариях какой бы какой бы емкость вы хотели бы чтобы мы посадили в следующем видео наш с вами орхидею конечно конечно ее можно посадить и в темный горшок в темный горшок но честно скажу что я ну я прям не любитель темных горшков другое дело когда да я даже и другие виды орхидей стараюсь сажать стараюсь сажать в прозрачные горшки потому что считаю что не только фаленопсисы друзья но и другие орхидеи такие как котлеи там дендробиум достойны того чтобы воспринимать их в общем в целом вместе с корневой системы и вместе с тем грунтом в котором они растут потому что вообще орхидеи они такие знаете их нельзя воспринимать только вот глядя вот на эти вот цветы их нужно воспринимать вместе с ботвой вместе с основанием вместе с корнями вместе с грунтом и емкостью в которой они посажены поэтому собственно говоря я и предлагаю вам выбрать варианты посадки этой орхидеи и написать в комментариях в общем друзья вот такой вот видео это орхидеечка у нас до пересадки побудет пока с открытыми корнями подсушиться немножечко да и мы вместе с вами по результату нашего с вами опроса в комментариях пересадим в следующем видео в общем друзья всем хорошего настроения я рад что корни у этой орхидеи а более чем хорошем состоянии дай бог вам всех таких орхидеек в общем всем хорошего настроения добра здоровья и до встречи в следующем видео в пересадке этой орхидеи